Здравствуйте, с вами Сидрот. Добро пожаловать в мой мир, где сверхъестественное естественно. Мой гость говорит, что настало время забрать у врага юридические права над нашими финансами. Что вы скажете на это? Вам интересно? Смотрите. Существует ли сверхъестественное измерение? Сидрот провел более 40 лет, исследуя странный мир сверхъестественного. Присоединяйтесь к Сиду в этом выпуске программы. Это сверхъестественно. Многие из вас знакомы с моим гостем Робертом Хендерсоном. Он учил о дворах небес. Это удивительное откровение, которое более 10 лет дает ответы на молитвы. Ты мог бы вкратце объяснить, дорогой мой Роберт, что такое дворы небес, тем, кто еще не знаком с этим учением и вообще с ними. Дворы небес – это духовное измерение, в которое мы приходим верой. Мы верой принимаем Божье Слово и вступаем в этот мир. Лучше всего это объяснить так. Когда Иисус учил молиться, то говорил, чтобы мы приходили к Богу, как к Отцу, Другу и Судье. Большинство из нас знает, что означает приходить к Нему, как к Отцу. Мы даже знаем, что означает приходить к Нему, как к Другу. Ведь Он наш друг. Но в Евангелии от Луки 18 главе Он сказал, что мы можем приходить к Богу в Его юридической системе. Иисус рассказывал о женщине, которая пришла к нечестному Судье. И благодаря своему постоянству она получила желаемый вердикт. Вопрос в том, что если эта женщина получила вердикт от нечестного Судьи, то тем более мы можем приходить к Богу, Судье над всеми, и получать от Него вердикты в нашу пользу. И ты увидел, что наш враг имеет законное право на нас. Благодаря нашим предкам или текущей ситуации в нашей жизни, и такое бывает, и пока у врага есть эти права, небеса для нас закрыты. На самом деле слово «соперник» — это антидикос. Анти означает «место» и «против», а дикос означает «права». Но слово в целом означает «тот, кто подает иск». Задача дьявола как антидикоса, как сказано в Первом Послании Петра, 5 главе, 8 стихе. Задача дьявола как антидикоса состоит в том, чтобы лишить нас того, что принадлежит нам по праву. Новый Завет обещает нам множество благословений, но часто мы не живем в них, потому что против нас подан иск в духовном мире. Как ты сам перешел от всех этих чудесных сфер к финансам? Это довольно интересно. Все дело в том, что финансы — это одна из сфер, в которой Бог желает благословить нас. Библия говорит, что у нас есть благословения в исцелении, в семейной жизни, в личной жизни. Но часто люди не могут процветать в финансовом плане. Враг не хочет, чтобы мы процветали, потому что Бог использует нас, чтобы финансировать Царство Божие и все его цели на земле. Враг создает дела на нас, чтобы удержать нас от финансовых благословений, которые Бог подготовил для нас. Так Он сдерживает все наши небесные благословения. Мир ждет невероятное пробуждение, которое называется глобальная слава. И для этого, скажу я вам, понадобятся финансы и немалые. Да, все верно. Мы сидим в студии, которой нужны финансы. Чтобы достичь мир, нужны финансы. И часто враг или злые умыслы находят финансы для того, чтобы нести свои идеи. Но Бог говорит, мне нужны люди, которые будут финансировать мои цели на земле. Бог не сбросит деньги с неба. Ему нужны сосуды, которые принесут их на землю. Враг знает об этом, и поэтому ищет законные права, чтобы отказать нам в праве на эту сферу. Ты считаешь, что Бог желает, чтобы у всех было очень много денег? Я считаю, что Бог хочет, чтобы все процветали. Обычно я говорю людям о блудном сыне. Он посмотрел на себя и сказал, «Я пасу свиней». А сколько слуг моего отца... Это не были сыновья и дочери, а слуги. Сколько слуг моего отца имеют хлеб в избытке. Я считаю, что минимальный Божий стандарт для нас — это восполнять наши нужды так, чтобы оставалось еще немного после. Но это не означает, что мы все будем богаты. Это означает, что все мы будем процветать. Часто нам тяжело, и мы не делаем того, к чему нас призывает Бог. Все потому, что мы заняты тем, что пытаемся выжить. Я знаю, что это реальность. Такой была и моя жизнь раньше. Но когда я открыл дворы небес и начал разбираться с проблемами в моей родословной и другими проблемами, нечто изменилось, и благословения Божии начали приходить ко мне. Это не произошло односекундно. Я разбирался с этим, учился, и благословения пришли. Я верю, что Бог даст процветание стольким верующим, что дьявол начинает нервничать. Потому что все эти деньги пойдут на расширение Божьего Царства. Я прав. Я слышал, как Господь сказал мне, «Ешьте тучное и пейте сладкое, и посылайте части тем, у кого ничего не приготовлено». Это слова из Неемии, 8 главы, 10 стиха. Однажды я видел сон. В нем была девочка из Пакистана, которой запрещали ходить в школу. Господь сказал мне, «Я хочу, чтобы ты прислал ей часть, потому что ей ничего не приготовлено». Я верю, что Бог доверит нам деньги, чтобы мы финансировали Царство Божие, чтобы мы сеяли в такие вещи, в такие задания, которые дает нам Бог. Таким образом, мы восполним нужду человека, которую не восполнил бы никто другой. Мы призваны к этому. А что ты скажешь на это? Библия явно говорит, что Иисус сделался нищим. Я думаю, что там говорилось не столько о его экономическом статусе, сколько о том, что он сделал на кресте. Когда Павел писал об этом, то сказал, «Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогателись». Крест — это обмен. Крест стал транзакцией, в которой Иисус взял то, что предназначалось нам, и понес на Себе. Все наши грехи. Ты также говорил об этом. Сегодня вы услышите вещи, о которых не слышали никогда ранее. Второзаконие 8.18. Возможно, вы слышали этот стих ранее. Он дает нам силу приобретать богатство. Его понимают неправильно. Так вот, объясни нам этот стих. Там сказано, «Он дает тебе силу приобретать богатство, дабы исполнить, как ныне, завет свой, который Он клятвую утвердил Отцам Твоим». В этом стихе много аспектов, но первое, что видно, Он не дает нам богатство. Он дает нам силу приобретать богатство. Иными словами, это идеи, творческое понимание, благосклонность, связи. Все это приходит к нам, потому что на нас благословение Божие, потому что мы народ завета. Библия говорит, что Он дает нам силу, дабы приобретать. Это слово «приобретать» несет в себе идею скрытия чего-то. Бог может дать вам идею в духе, но большинство из нас думает иначе. И такое тоже может случиться, но раз на миллиард случаев. Мы побежим к почтовому ящику и найдем чек на 10 тысяч долларов. Это не норма, а исключение. Все верно? Потому что Бог дает нам богатство и процветание, высвобождая для нас силу приобретать богатство. Я верю, что это благословение Божие для нас, как для народа в Завете. Опять же, когда Иисус умер на кресте, Он разобрался с грехом, с болезнью и духом бедности, который хочет управлять нами. Вот что я говорю людям. Он хочет определять для нас будущее и не давать того, что говорит нам Бог, то, что приготовил для нас наш Отец. А что Библия говорит о великом переходе богатства последних времен? Писание говорит, что Он позволяет грешнику собирать богатство, чтобы потом Он отдал его в руки праведника. Я считаю, что это очень интересно. Он не говорит, что только богатство будет передано. Мы понимаем, что когда богатство будет передано, грешник и его идеи, которые он насаждал на земле, они потеряют свое влияние. Богатство производит влияние. Бог желает доверить нам богатство, чтобы мы исполняли Божьи цели и планы на земле. Переход богатства нужен именно для этого. Я много лет слышал о переходе богатства, но обычно все сводилось к тому, что я получу благословение, начну жить лучше. Но я понимаю, что переход богатства предназначен в первую очередь для исполнения Божьих планов на земле, а не для того, чтобы у меня было три или четыре автомобиля. И мы не увидим их, пока это не случится. Ты делаешь нечто, что могут делать наши зрители, чтобы изменить ситуацию и получить откровение, которое позволит принять участие в переходе богатства. Ты занимался этим много лет. Это называется молитва на языках. Да, все верно. Я много молюсь на языках. Половину своего молитвенного времени я провожу, молясь в Духе. Ваш молитвенный язык открывает понимание. Вот почему апостол Павел сказал, «Стану молиться Духом, стану молиться и умом». Порядок очень важен. Буду петь Духом, буду петь и умом. Функционирование в мире Духа открывает понимание. Именно тогда и могут прийти откровения, идеи. Может высвободиться сила для приобретения богатства. Мой сын иногда летает со мною, и однажды он сказал своей маме, «Папа разговаривает сам с собой». Я молюсь в Духе, когда занимаюсь привычными вещами. И это очень интересно. Даже маленький ребенок понимает, что это действие, говорение на языках, производит что-то великое. «Роберт, нас смотрят люди, и они видят твой красивый костюм, прическу, галстук и хорошие часы, но они говорят, он не может понять меня. Я не знаю, где мне найти деньги, чтобы прокормить семью. Я не знаю, когда у меня будет следующая зарплата». Он не может понять меня. «Все, чему он учит, неприменимо ко мне никак». Что бы ты сказал этим людям на это? Я бы сказал, что вы ошибаетесь. Если бы вы знали мою историю, то удивились бы тому, что сделал Бог. Вплоть до того, как я открыл дворы небес, нам с Мэри было тяжело. Тяжело, очень тяжело. Я узнал, что в духовном мире против меня были открыты судебные иски. И не один. А сколько лет у вас были проблемы? 30 лет. 30 лет проблем в браке. Он понимает вас. 30 с чем-то лет в браке. Но когда я открыл дворы небес и начал практиковать эти принципы, пытаясь отменить законные права врага, в этом и кроется секрет. У него есть законные права. Разве Библия не называет дьявола обвинителем? Он обвиняет вас на основании законных прав, о которых вы знаете и не знаете. Но что же происходит, когда его лишают этих прав? В мире, о котором мы говорим, это приносит благословение и процветание. Сид, я поражаюсь с тем идеям, которые не работали, но теперь работают. Это удивительно. Внезапно все начинает процветать. Я вспоминаю Петра. Он ловил рыбы всю ночь, но ничего не поймал. Затем Иисус сказал ему, забрось сети, и по слову Господа он делает это и получает невероятный улов. Я говорю людям так. Давайте не переводить это только в духовную плоскость. Что рыба означала для Петра? Она не означала для него что-то в области души. Она означала деньги. Петр получил прибыль благодаря тому, что нечто изменилось с ночи к утру. Полная перемена. Он услышал слово от Господа и последовал ему. В итоге у него появилась рыба, он продал ее и заработал очень много денег. Ты утверждаешь, что большинство христиан имеют дух бедности. А что такое конкретно дух бедности? Дух бедности может проявляться в мышлении, в менталитете. Но в первую очередь это то, что использует дьявол. Это проклятие, которое он использует, чтобы ограничить результаты наших трудов. Бедность — это не экономическая ситуация, а духовная суть. В притчах сказано, бедность твоя, то есть имеющая права на тебя, придет как разбойник или вооруженный человек. Вы должны разрушить соглашение с этой духовной сущностью. Если бы это было лишь состоянием, то вы могли бы изменить хоть что-то. Но это не просто состояние, это духовная сущность, с которой мы должны разрушить всякий договор. Начните с этого. У тебя множество жемчужин, и у нас не хватит времени на все эти жемчужины. Когда мы вернемся, Роберт изгонит дух бедности из вашей жизни. Он будет молиться, чтобы вы вошли в славу, в сферу чудес. Мы скоро вернемся. Это сверхъестественно. Это сверхъестественно. Роберт, ты учишь, что у наших денег есть голос. Что ты имеешь в виду? В послании к евреям 7 главе 8 стихе, где говорится об Иисусе, как о нашем Мелхиседеке, первосвященнике. Сказано, что там он принимает наши десятины. Когда я приношу десятину, он принимает ее. Там сказано, а там, имеющий о себе свидетельство, что он живет. Слово свидетельство означает законные показания. Мои законные показания от моей десятины на самом деле связывают меня с ним, с его молитвами, которые он возносит за меня. Я высвобождаю юридическое показание на небе. Ты переходишь от одного откровения к другому. Но еще больше поражают реальные истории людей, которые давали десятины. Они получили доступ к чудесным событиям. Расскажи нам о том маленьком мальчике, который умер. Но сначала я хочу сказать, каждый раз, когда он рассказывает эту историю, приходит явное пребывание силы Божьей. Я ожидаю, что помазание Божие придет к вам домой или туда, где вы нас смотрите. А теперь, Роберт, пожалуйста, расскажи эту уникальную историю. Да, один мексиканский пастырь жил в удаленной местности в Мексике в пустыне. Он проводил лагеря и однажды привез с собой американцев. А когда они проводили служение, то выкапывали ямы и закладывали в них пластик, чтобы потом крестить там людей, которые покаются и родятся свыше. И вот это собрание длилось уже некоторое время. Это было утреннее собрание, и пастырь переводил американца-евангелиста, который выступал там. Там было много людей. Двухлетний сын пастыра убежал от того, кто должен был присматривать за ним. Он упал в бассейн для крещения, в котором была вода, и утонул. Он пролежал там некоторое время, прежде чем его нашли. И когда они нашли его, то из-за жары его тело уже начало раздуваться. Он был мертв, потому что утонул. Они прервали собрание и сказали пастору, «Вы должны прийти». Он пришел, схватил своего сына и побежал с ним в хибару. Это была старая хибара с множеством трещин, и было легко заглянуть внутрь комнаты. Он забежал в эту лачугу, сел на кровать, обнял своего мальчика и начал взывать к Богу на испанском. Американец не знал испанского. И поэтому он старался рассмотреть происходящее через дыры в хибаре. Он спросил у одного мексиканца, «Что тот говорит?» Ему сказали, «Он говорит, «Но Боже, я даю десятину. Но Боже, я даю десятину». Вот все, что он говорил. И внезапно слава Божия сошла. И это случилось. Да, слава Божия пришла в хибару, и этот мальчик начал выплевывать воду, а потом его тело вернулось в норму. Он воскрес из мертвых, потому что пастор знал, что имел право на чудо благодаря тому, что был послушан конкретно в десятине. В этом вопросе десятины. Кстати, слава Божия только что вторглась в нашу студию. Вот это да, она сильна. А как насчет женщины, которая получила исцеление от рака? Однажды нам позвонили и сказали, «Можете помолиться за женщину, у которой есть рак?» В итоге я созвонился с ней и сделал то, чего не делал никогда ранее. Я видел, как десятина свидетельствовала на суде небес. Я повел эту женщину в молитве. На основании своей десятины она высвободила юридическое показание о том, что она верит в то, что Иисус жив и что Он говорит от ее имени. Я сказал, чтобы она молилась так, «Господи, на основании моей десятины и того, о чем она говорит, позволь твоему исцелению прийти в мою жизнь». У нее на теле были бугорки, и всего за несколько дней все эти бугорки с ее тела исчезли, и она получила полное исцеление от рака. Я хочу, чтобы вы также пережили Бога на практике, чтобы вы знали, что рождены свыше, и что ваши грехи прощены. Я хочу сделать это до того, как мы высвободим славу. Поэтому повторите эту молитву за мной вслух. Дорогой Бог, я грешник, и я сожалею. Я верю, что кровь Иисуса омыла все мои грехи. Я чист, и теперь, Боже, когда я чист, приди и живи во мне. Я делаю тебя не только моим спасителем, но и Господом всей моей жизни. Я так хочу переживать тебя каждый день. Аминь. Роберт, разрушь дух бедности и помолись о славе для людей. Пусть Бог вступится. Очень я хочу поблагодарить себя за всех, кто смотрит нас. Господи, я провозглашаю на основании той власти, что ты дал мне во дворах небес, что каждое законное право на основании крови Иисуса будет снято с твоих людей, чтобы враг не мог применять их и влиять на них через дух бедности и уменьшать плоды от их трудов. Господи, я провозглашаю прямо сейчас, бедность, ты уничтожена. Твои права забраны на основании того, что Иисус сделал для нас на кресте. Он обнищал, чтобы мы процветали и были богаты. Я высвобождаю это и говорю, пусть процветание придет сейчас. Господи, я вижу, как двери открываются. Вас ждут открытые двери, новые возможности, которых не было раньше. Сейчас эти двери открываются. Они открываются сию секунду. Ты позволишь прийти обеспечению, какого не было ранее. Господи, я разрушаю всякую ловушку, в которую их поймал враг. Пусть они будут свободны во имя Господа Иисуса. И я молюсь за то, чтобы Твоя слава, Твоя потрясающая слава, сошла на Твой народ и сопровождала его. Господи, Ты напомнил мне местописание, где сказано, что мы будем идти по пути святости, и мы не сойдем с Него. Так вот, я провозглашаю пришествие Твоей славы, которое окунет нас в Твою святость. Господи, она дает нам силу, чтобы жить в святости, как никогда ранее. И я благодарю Тебя за то, что Ты делаешь это для Своего народа. Сегодня Твой народ восстает во славе, в силе и в Твоей святости. Я молюсь во имя Иисуса. Аминь. Смотрите в следующем выпуске. Мой гость получил откровение с небес, которое сделает вас, да-да, именно вас, худшим кошмаром для сатаны в эти последние времена. Многие зрители сообщают о чудесах и исцелениях, произошедших в результате просмотра программы. Я боялась сверхъестественного, пока не начала смотреть вашу программу и заниматься по вашему учебному пособию на DVD. Сейчас мой страх исчез, и я верю в то, что Бог коснулся меня. Напишите нам свое свидетельство по адресу, указанному на экране. Всего за последние 20 лет мы обнаружили более тысячи планет за пределами нашей Солнечной системы. В пределах одного только Млечного Пути есть сотни миллиардов звезд, а в обозримой Вселенной можно насчитать порядка сотни миллиардов галактик. Звезд в космосе больше, чем песчинок на всех вместе взятых побережьях Земли. Каждую секунду появляется еще около 48 новых звезд, а в мозге человека насчитывается порядка 86 миллиардов нейронов. Если вы соедините все ячейки ДНК в вашем теле в одну цепочку, ее длина составит около 55 миллиардов километров. Это расстояние сопоставимо с расстоянием до Плутона и обратно помноженным на 6. А если составить цепочку из клеток крови обычного человека, то ее длина составит порядка 100 тысяч километров. Столько километров вы пройдете, если обойдете Землю два с половиной раза. Скорость, с которой нейронные импульсы идут от мозга, составляет 400 километров в час. Такую скорость не развивают даже гоночные автомобили. Если бы мозг был компьютером, он бы выполнял 48 тысяч триллионов операций в секунду. Сейчас самые современные суперкомпьютеры имеют показатели, равные двум тысячным процентам от этой скорости. Мы хотим предложить вам одну хорошую книгу, которая поможет вам ответить на многие вопросы. Вы когда-нибудь чувствовали себя таким нелюбимым, что вам не хотелось жить, и вы думали, что без вас мир будет лучше. Но вот в чем правда. Есть Тот, Кто любит вас очень сильно. Еще до сотворения человечества Он знал о вас все и приготовил для вас обильные благословения. Он видел все ваши слезы, радовался с вами во все радостные моменты в вашей жизни. Он наблюдает за вами с утра до ночи. Он ваш самый большой поклонник. Он сформировал вас в утробе Матери. Он усыновил вас в свою семью еще до сотворения мира. Он заботился о вас от самого рождения. Он говорит, что вы дивно сотворены. Его мысли о вас больше, чем песка в море. Он сказал, если родители откажутся от вас, Он всегда вас примет. Даже если ваша мать забудет о вас, Он никогда вас не забудет. Он будет для вас настоящим отцом. Он избрал вас, чтобы вы были частью Его семьи. Он обещает, что вы можете положиться на Его любовь к вам. Его любовь совершенно. Он никогда вас не покинет. А если вы приблизитесь к Нему, Он обещает, что приблизится к вам. Мы хотели бы больше рассказать вам о Нем. Пройдите по ссылке, и вы получите бесплатную купю книги «Они подумали о себе». Заходите на наш сайт уже сегодня. Ваши пожертвования этому служению помогут Сиду транслировать программу «Это сверхъестественно» в Израиле 28 раз в неделю.